Всем привет! В этом видео я расскажу, как можно стабилизировать видео в программе DaVinci Resolve. Даже если вы его сняли с трясущимися руками, оно у вас дрибежит, я расскажу, как вы можете стабилизировать. Единственное, расскажу, когда его нельзя стабилизировать. Стабилизировать видео нельзя будет в том случае, если вы сняли, во-первых, слишком большой кусок, минуту или полторы или больше, и вы хотите его стабилизировать прямо целиком, то есть, чтобы все видео было стабилизировано. Да, вы его можете стабилизировать, но, скорее всего, оно будет сильно приближено. И если вы сняли видео, которое очень сильно шатается, прямо очень сильно из стороны в сторону, то эффект тоже будет не очень хороший. Так, у нас есть видео, оно не очень длинное, оно не сильно болтается с стороны в сторону, значит, можно начинать после кофе. Итак, мы находимся в программе DaVinci Resolve. Это то, как она выглядит. Если у вас нет этой программы, то в угле просто пишем DaVinci. Нажимаем на первую ссылку. Открывается вот такая красивенькая картинка. Мы спускаемся в самый низ. И здесь есть две версии. Одна студия бесплатная, другая бесплатная. Нажимаем, на которую бесплатно выбираем. Mac или Windows. Здесь нужно заполнить ваши контактные данные. Не обязательно вводить их так, как они есть. Никто их не проверяет. Вводите, что хотите. Потом появляется ссылка на то, чтобы загрузить. Мы видим здесь вкладки Media. Сюда мы будем загружать файлик Edit. Здесь Montage, Color, Цветокоррекция, Firelight, Корректировка музыки, Deliver, Рендеринг и Выгрузка файла в нужном нам формате. Мы сейчас переходим на вкладку Media. Выбираем файлик, который мы хотим стабилизировать. Перетаскиваем его сюда. Оно предлагает изменить таймлайн на те параметры, которые имеют файлик. Нажимаем Change. И вот, собственно говоря, наш файлик. Сейчас я быстренько выберу, какой кусочек я буду использовать для того, чтобы стабилизировать его. Затем нам нужно нажать на вкладку Edit. Нажимаем сюда на Media Pool. Вот наш файлик. Перетаскиваем его на таймлайн. Звук я могу удалить. Ну и видно, в общем, что он явно не выглядит супер круто. Ну вот, с ним мы и будем работать. То есть, программа позволяет стабилизировать этот файлик буквально в один клик. Нажимаем на вкладку Color. Переходим вот сюда. Вот это раз, два, три, четвертая вкладочка. Нажимаем на стрелочку. Нажимаем стабилизер. Вот. И просто нажимаем стабилизировать. И вот оно начинает его анализировать. И тут смотрите вот за этими линейками. Если ваше видео, оно достаточно более-менее ровное, так как мое, то оно показывает углы, скажем так, как оно отклоняется от этих вот линий. И, в общем, они не очень сильно отклоняются от того, от изначального. Вот, видели, приблизилось. От изначального. Если линии идут сразу как вниз, то, значит, файлик будет стабилизирован плохо. И смотрим, что у нас получилось. Оп. Так, а сейчас посмотрим так, как оно было до того, как мы стабилизировали. Просто нажимаем сюда. Bypass Stabilization. Вот. Видно, оно немножко отдалилось. Вернулось так, как оно было до стабилизации. И смотрим, как оно выглядит. Ну, то есть, видно, что тот же файлик, но его в таком виде не очень круто где-то использовать. То есть, оно не стабилизировано, но... Ну, вообще, никак. Возвращаем. И смотрим. Вот. Вот так вот, собственно говоря, эта программа работает. Так она стабилизирует. То есть, мы выбрали небольшой файлик. Мы его стабилизировали. Теперь он готов. Дальше можно выбирать следующий файлик. Его точно так же стабилизировать. То есть, не нужно пытаться стабилизировать все сразу вместе. Так, теперь еще одна вещь, о которой я хотел бы поговорить. Это наличие еще рычажков. Это Cropping Rate и Smooth. Так, вот они, эти Cropping Rate и Smooth. Из того, что есть, есть функции Camera Look, Zoom, Perspective, разные. Рекомендую все оставить так, как есть. И Cropping Rate, оно влияет на то, как сильно будет приближено ваше видео. Например, если единичка, нажимаем с тобой, то вот оно отдалилось. Оно практически так, как мы сняли в оригинале. Но оно может теряться качество стабилизации. То есть, оно будет не очень гладко. Да, то есть, обычно, вот, изначально оно, вот это вот так вот. Я его ставлю немножко ниже. Smooth ставлю чуть там повыше от того, что было. Буквально чуть-чуть. Вот. И оно уже становится хорошо. Вот. Опять же, вам нужно просто загрузить свое видео. И поэкспериментировать с этими вот параметрами. Так. Ну что ж, нам осталось еще только одно действие. Нужно выгрузить этот файлик из этой программы на ваш компьютер. Для этого переходим в вкладку Deliver. Здесь нужно просто выбрать формат. Это MP4. Выбрать, куда его сохранить. Потом нажимаем файл. Назвать его как-то. Нажимаем на Add to Render Queue. И нажимаем Start Render. Вот и все. Потом файлик появится в том месте, куда вы его, собственно говоря, сохранили. Так. Ну что ж, на этом видео буду заканчивать. Если это видео оказалось для вас ценным, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, напишите какой-то комментарий. И это меня будет мотивировать на то, чтобы я записал больше таких видео. Так что всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...